Здравствуйте! Сегодня урок истории в девятом классе проведу я, Комарова Ирина Михайловна. Вступая в 20 век, мир начал меняться, рушили старые традиции и устои. Во всех направлениях были сделаны огромные достижения, которые коренным образом изменили мир. Сегодня тема нашего урока Российская империя в начале 20 века. Первая мировая война. План урока. Административное деление Российской империи, политическое и экономическое развитие России, причины, начало, характер Первой мировой войны и цели воюющих стран. Ход военных действий – результаты Первой мировой войны. К началу 20 века Российская империя с территорией 22 миллиона квадратных километров по размерам занимала второе-третье место в мире, уступая только Британской империи и Китаю. В стране проживало 125,7 миллионов человек. Характерной чертой являлась малая плотность населения – 7,7 человека на один квадратный километр. В Российской империи существовало административное деление на губернии 81 и области 20. 768 уездов, 8 генерал-губернаторств – Варшавская, Иркутская, Киевская, Московская, Преамурская, Степное, Туркестанская, Финляндская. Политическое и экономическое развитие России. Давайте дадим характеристику политическому и экономическому развитию России. В начале 20 века Россия формально относилась к великим державам, но по сути была гораздо сильней. По факту ее причисляют к сверхдержавам вместе с Британской империей. Россия и Великобритания в начале 20 века были самыми мощными и влиятельными государствами в мире. Политический строй в России – самодержавная монархия. Вся власть и законодательная, и исполнительная, и судебная сосредотачивалась в руках императора Николая II. Государственное устройство России характеризовалось отсутствие элементов представительной демократии, сосредоточением законодательной и исполнительной власти в руках императора, отсутствие легальных политических партий. Первое место среди высших государственных учреждений страны принадлежало Государственному Совету. К высшим государственным учреждениям относились также Сенат и Сенот. Непосредственная исполнительная власть принадлежала министерствам. Росло городское население, хотя его удельный вес оставался небольшим. Городское население составляло 16%, крестьяне 84%. Столица России Санкт-Петербург, Москва считалась старой столицей. В начале 20 века Россия вошла в пятерку наиболее развитых промышленных стран. Она стала на путь экономической модернизации. Россия являлась аграрно-индустриальной страной. По развитию промышленности она занимала четвертое место в мире. По развитию сельского хозяйства первое место. Сейчас давайте рассмотрим особенности российской модернизации. Россия вступила на капиталистический путь развития относительно поздно. Она относилась ко второму эшелону развития капитализма. Модернизация носила догоняющий характер и проходила по инициативе и под контролем государства. В начале 20 века модернизация охватила в основном те отрасли экономики, от которых зависело военное и политическое могущество страны. В начале 20 века в России начался промышленный подъем. Давайте познакомимся с его причинами. Первая экономическая политика правительства. Вторая таможенные пошлины на возимые товары. Третья проникновение иностранного капитала. Общие темпы роста были очень высокими, самыми высокими в мире. 8,1%. Особенно бурно развивались отдельные отрасли. Например, по добыче нефти страна вышла на второе место в мире. На четвертое по развитию машиностроения. На пятое по добыче угля, железной руды, выплавки стали. В то же время по производству электроэнергии Россия стояла на пятнадцатом месте в мире. Удельный вес России в мировом промышленном производстве составлял 5,3%. По этому показателю страна занимала пятое место в мире после США, Германии, Великобритании и Франции. Оживление в промышленности сопровождалось мощным железнодорожным строительством. Дороги связали богатые сырьем окраины с промышленными центрами, индустриальные города и земледельческие губернии с морскими портами. Появился первый российский автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, который был построен в 1896 году Яковлевым и Фрейзе. Характерной особенностью начала XX века явился процесс утверждения монополистического капитализма. Развитие промышленности, технический прогресс приводили к возникновению монополий, которые подчинили себе мелкое и среднее предпринимательство. Основными формами монополистических объединений стали картели, длительные соглашения об объемах выпуска продукции и ценах на нее. Тресты, более прочные объединения с единым руководством и согласованной нормой прибыли. Синдикаты, объединения предприятий разных отраслей и банков с целью гибкого обеспечения производства средствами, сырьем и транспортом. Концерны предполагают полное объединение предприятий. После отмены крепостного права развитие российской деревни определили два типа. Хозяйство, помещичье и крестьянское. Предпринимательское помещичье хозяйство наиболее интенсивно развивалось в Прибалтике, на юге, в районах Москвы и Петербурга, где открывалась возможность выгодного экспорта или сбыта продукции на внутреннем рынке. Большая часть земли находилась в руках помещиков, часть из которых были уже не дворянского происхождения. Расслоение происходило и у крестьянства. Они делились на кулаков, середняков и бедняков. Несмотря на впечатляющее развитие промышленности, сельское хозяйство на рубеже веков давало большую часть валового национального продукта. Здесь было занято подавляющее большинство жителей России. По производству зерна Россия занимала первое место в мире. 50 процентов мирового урожая ржи, 20 процентов пшеницы. В начале 20 века в России активизировалась политическая жизнь. Стали появляться политические партии, которые делились на левых социал-революционеры, на центристов демократические, на правых консервативные. Сейчас давайте познакомимся с программой и тактикой основных политических партий. Партии революционного направления РСДРП, большевики-меньшевики, социалисты-революционеры. Их программа «Свержение самодержавия», «Демократическая республика», «Демократические права и свободы», «Ликвидация частной собственности», «Право наций на самоопределение», «Тактика», «Революция», «Террор против власти». Партии либерального направления «Конституционно-демократическая партия», «Кадеты», «Союз» 17 октября. Программы «Ограничение самодержавия», «Конституционная монархия», «Демократические права и свободы», «Сохранение и развитие частной собственности», «Сохранение государственного единства России». Их тактика реформы. Партии консервативного направления «Союз русского народа», «Русский народный союз имени Михаила Архангела». Программы «Сохранение неограниченного самодержавия», «Укрепление сословной структуры общества», «Сохранение частной собственности», «Сохранение государственного единства России». Тактика «Террор». Причины и характер Первой мировой войны. Переходим к изучению следующего вопроса нашей темы. Мы познакомимся с причинами, началом, характером Первой мировой войны и целями воюющих стран. К началу Первой мировой войны мировая политическая система находилась в состоянии глубокого кризиса и острых противоречий, связанной с конфликтами ведущих мировых держав по вопросам колоний, сферы влияния и торгово-экономическому балансу сил. Поэтому причинами войны были стремление к ослаблению государств-конкурентов в экономическом и военном развитии, противоречия из-за колоний, сфер влияния и рынков сбыта, стремление разрешить с помощью войны внутренние проблемы и повсеместное усиление националистических настроений. Поводом к Первой мировой войне послужили события 28 июня 1914 года на одной из улиц, Сараева, был убит наследник австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Гаврилом Принципом, боснийским сербам, членом националистической сербской террористической организации. Австро-Венгрия выдвинула ультиматум, сербы согласились с 8 пунктами из 10, но Австрия под давлением Германии начала войну против Сербии. Еще в конце XIX века формируются два противоборствующих военно-политических блока. В 1882 году тройственный союз Германия-Австро-Венгрия-Италия. В 1904 году сердечное соглашение Антанта, Англия, Франция и Россия. Первая мировая война носила захватнический характер с обеих сторон. Только Сербия и Бельгия, ставшие жертвами агрессии со стороны Австро-Венгрии и Германии и не преследовавшие в этой войне никаких целей, вели справедливые освободительные войны. Такие же, какие же цели преследовали воюющие страны? Давайте выясним. Германия претендовала на мировое господство и расширение колониальной империи. Австро-Венгрия желала установить контроль над Балканами. Англия боролась против расширения сферы влияния Германии и стремилась подчинить территории Османской империи. Франция стремилась возвратить Эльзас и Лотарингию. Россия стремилась укрепиться на Балканах и на Ближнем Востоке. Турция хотела сохранить власть над Балканами, захватить Крым и Иран. Италия стремилась сохранить свое господство на Средиземном море. С началом войны в Европе возникло три фронта. Западный фронт от пролива Ла-Манш до Швейцарии, Восточный фронт от Балтийского моря до Румынии, Балканский фронт проходил по австро-венгерской границе. 1 августа 1914 года Германия объявила войну Россию, а 3 августа Франции. 4 августа войну вступает Великобритания. Италия и США объявляют нейтралитет. Война сразу же приобрела общий европейский характер и вскоре превратилась в мировую. В нее было вовлечено 38 государств. Германский план Шлифена предусматривал сначала разгром Франции, а затем России. Немцы нанесли удар по французам через Бельгию, нарушив международное соглашение. По просьбе французских властей Россия, не дожидаясь окончания мобилизации, начала наступление Восточной Пруссии. Немцы перебросили часть войск из Франции на восток и Париж был спасен. План Шлифена провалился. Отступая с большими потерями, русские войска смогли летом, в 1915 году, стабилизировать фронт. Но Польша, Галиция и Литва были потеряны. Боевые действия перешли в стадию позиционной войны. Стремясь прорвать оборону, немцы в 1915 году применили под Ипром отравляющие газы, а Антанта в 1916 году танки на реке Сомма. В 1916 году немцы начали наступление под Верденом, но потеряв 600 тысяч успеха не добились. Потери Антанты на Сомме составляли 900 тысяч человек. Германия была блокирована британским флотом и в ответ начала подводную войну. В мае 1916 году произошло ютландское сражение. Немцам разбить противника не удалось. Летом 1916 года войне намечился перелом. Германия стала испытывать недостаток ресурсов. Антанта предприняла одновременное наступление на Западе и на Востоке. В результате Брусиловского прорыва Австро-Венгрия оказалась на грани катастрофы. Экономика воюющих стран перешла на выпуск военной продукции. Снабжение населения осуществлялось по карточкам. В Германии была введена всеобщая трудовая повинность. В апреле 1917 года в войну вступили Соединенные Штаты Америки. Их экономический потенциал был огромен и стал решающим фактором в победе Антанты. Но после революции 1917 года Россия заключила с Германией сепаратный Брестский мир. В марте 1918 года и вышла из войны. 11 ноября 1918 года было подписано Компьенское перемирие. Первая мировая война закончилась. Правительство Германии подписало капитуляцию о прекращении военных действий, о том, что Эльзас и Лотарингия передаются Франции, происходит разоружение немецких войск, конфискация подводных лодок и Германия теряет порты и флот на Черном море. А сейчас рассмотрим последствия войны. В результате Первой мировой войны прекратили существование Российская, Австро-Венгерская, Германская и Османская империя. Возникновение новых государств Советская Россия, Финляндия, Польша, Венгрия, Австрия, Чехословакия, Югославия, страны Прибалтики. США стали играть ведущую роль в мире. Возросло влияние Японии и Китая. Сохраняются основные противоречия на международной арене, которые приведут к новой мировой войне. Война – рубеж между новой историей и новейшей. Подведем краткий итог урока. О чем же мы сегодня говорили? Российская империя в начале 20 века относилась к ведущим мировым державам. Страна имела мощную промышленность и среднеразвитое сельское хозяйство. Перед страной стояли серьезные задачи. Прежде всего, аграрный вопрос и проблема модернизации, требующей решений. Такой масштабной войны, как Первая мировая война, еще не знала человечество. В войне участвовало 38 государств. Погибло свыше 10 миллионов человек. Военные расходы составили свыше 300 миллиардов долларов. Затянувшаяся война требовала огромных ресурсов. Экономика стран, участвовавших в войне, работала в первую очередь на нужды армии. Это вызывало народные волнения. Прекратили существование Российская, Австро-Венгерская, Германская и Османская империи. Во всех этих странах изменилась форма правления. Монархии были ликвидированы. Распад империи изменил политическую карту мира. Сегодня наш урок закончился. До свидания.